Я нашла костюм тебе на Хэллоуин Да? Ты хочешь? Тебе нравится? Сейчас полный тенежка Я буду доставать случайный костюм и подбирать в своем гардеробе подходящий стиль Привет, я Энни Мэджик и со мной тут мои собаки, кошка Подпишись, чтобы никогда не пропускать самые новые видео из нашей жизни с питомцами И начнем Короче, за границей уже несколько лет модно не только самому одеваться по моде но и одевать модно своих питомцев Еще в 2011 году в Нью-Йорке прошел первый профессиональный показ мод одежды для собак У них даже проводятся конкурсы, выставки разыгрываются награды и звания самых красивых собачек и кошек города и страны Ну вот, у нас с вами есть разная одежда под разные жизненные ситуации Не летняя, осенняя, зимняя только, да? А именно одежда для прогулок или каких-то мероприятий А вот у собачек и кошечек тем более все намного банальнее Но почему бы нам с вами не сделать их красивее? Понятное дело, что у них не так много поводов наряжаться, как у нас Но хотя бы все моменты, которые есть они могут выглядеть гораздо прикольнее Так почему же я решила снять это видео? Недавно подписчики Мэджики напомнили мне об очень старых видео когда у меня было еще только две собаки Эйвен и Софиша И я одевалась под них Мы делали разные луки Рэперы, готы, ретро и что-то еще вроде И вот Мэджики в нашем инстаграме бросили мне вызов Попробовать купить не что-то привычное и необходимое для собачек или кошечки а что-нибудь прикольное, модное на осень и чтобы при этом наши луки были похожи Принимаешь вызов? Вызов принят И сейчас мы поедем за покупками для нашего Мэджик Хауса и заодно заедем в один из зоомагазинов 4 лапы где будем выбирать и примерять одежду А вы ставьте лайк на это видео и если вам понравится, я буду делать такие модные выпуски чаще Я уже кое-что присмотрела на специальном сайте 4 лап fashion.4lapy.ru и выбрала по несколько вариантов для всех Так как со всеми четырьмя собаками и кошкой ехать в магазин тяжеловато Я уже не раз пользовалась специальным инструментом на сайте который помогает рассчитывать размеры для питомцев И у меня все всегда подходило Так что в этот раз я сделаю так же А возьму с собой Юмичу А еще, если у вас, например, нет времени ехать в магазин то можно просто заказать доставку Это очень быстро и удобно А вы пока пишите свои волшебные комментарии У вас есть шанс попасть в видео и первый час я ставлю на них сердечки Да Не знаю, слышно ли меня здесь, но так как мы все равно были неподалеку в магазинах для того, чтобы купить кое-что для Magic House я решила заехать именно в этот 4 лапы потому что он тут рядом с нами оказался Все магазины 4 лапы, которые я видела, всегда очень большие, такие светлые, просторные Юмичу у нас зашла впервые меня и куда-то пошла что-то смотреть Можно тележечку взять, но сегодня она нам не пригодится Новая коллекция, еще не только собачка, но и кошечка нарисована Я слежу за Юмичу О! Где она? Покемон! Иди сюда! Там кролики и морские свинки Все магазины 4 лапы, а вы наверняка видели по-любому хоть один такой в своем городе всегда очень удобно расположены для таких как мы, например, кто на машине и для тех, кто ходит пешком И мне нравится, что у них всегда чисто, что очень важно, потому что это все-таки зоу-магазин Все красиво оформлено, светло, просторно, то есть именно за это я их люблю и постоянно хожу сюда Садись! Жопка! Огромные какие-то просто штуки для кошек, надо что-нибудь Алиске такое прикупить Просто я, например, думаю, что лет 10 назад люди не обращали внимание так особо на оформление магазина на чистоту, просторность, освещение Скорее больше смотрели просто тупо на ассортимент, чтобы было то, что нужно Ну, а сейчас ассортимент настолько большой, что важно людям, мне кажется, стало на то, как все устроено именно в магазине Чтобы это было комфортно, он располагался там, где тебе удобно И чтобы там был не просто такой богатый выбор, как здесь, например, но и все было сделано профессионально Кто там? Кто там? Смотри, как он радуется, когда тебя увидел Он тебя узнал, что ли? Смотри, я ничего Смотри До сих пор не определилась с кормом для киса Алисы То есть она до сих пор кушает у меня натуральную еду Это уже достаточно тяжело сейчас готовить постоянно для нее Поэтому напишите в комментариях заодно, чем вы кормите своих кошек сейчас Очень большой выбор, сложно уже остановиться, наконец, и перестать смотреть всякие лакомства и все, что только тут есть А, наконец, заняться тем, зачем мы сюда пришли Конечно же, когда попадешь в зоомагазин, уже не в интернет-магазин, а в зоомагазин, сразу тебе все надо А я мечтаю, кто-нибудь подарите мне автоматическую кормушку Очень хочу такую штуку Я, кстати, планирую какую-нибудь сумочку прикупить для Юмичу Идут поводки и ошейники Еще один целый большой отдел с одеждой, а дальше уже лежаночки Ребят, ну выбор просто сумасшедший Я сейчас здесь растеряюсь, как всегда, вы знаете, я вечно теряюсь Но здесь столько всего, мне нужно прямо сейчас очень долго здесь ковыряться, чтобы... А, какая прикольненькая вот эта вот Смотрите! Смотрите, какая красота! Вот это вот для Софиши прям было бы супер, такая розовая с белым мехом Здесь очень много, конечно, всяких курточек Ой, вот эта вот прикольная была бы жилеточка для Эйвона Мне нравится, что здесь на вешалке так все висит, и ты просто как в магазине реально листаешь Короче, ребят, магазин прошел нашу мэджик-проверку Продавцы очень приветливые, общительные, разбираются не только в своем ассортименте Но и смогут вам подсказать, какая вещь будет красивее смотреться на питомца Что сейчас в тренде, какие цвета и стили, а также помогут выбрать аксессуары, если вам трудно В четырех лапах в собачьем мире моды, прям как в человеческом, можно найти любой стиль Милитари и классику, прэппи и даже этнический, кэжуал и спорт, романтик и любой другой на свой вкус Короче, ребят, я подумала и решила, что нужно сделать не просто какую-то одежку взять, чтобы выполнить такой челлендж Но и какие-то аксессуары дополнительные, потому что вот у меня, например, есть вот такая вот прикольная сумочка По-любому, наверное, красный вот такой вот, как раз наш размерчик И нашла вот такую вот рулеточку, прикольную очень Короче, у меня здесь тоже вот такая вот желтая яркая полосочка, и у меня еще будет жилетка такая желтая Смотрите, какая милота, сердечка Нет, вот этот новогодний олененок Эйвона Надо, как в американских фильмах, устроить какой-нибудь такой вот вечер новогодний вот в таких вот свитерочках Каждому подобрать какой-нибудь свой с рисуночком, в общем, да, со снежинкой такой, вот так мило О, смотрите, это же киса Алиса на картинке, серьезно Очень много дождевиков, кстати, ребят, вот, запасайтесь на осень Я нашла костюм тебе на Хэллоуин Смотри Иди сюда Юмичу, смотри, какая красота Это же прям для тебя Да? Ты хочешь? Тебе нравится? На свой страх и риск я на Юмичу померила вот эту милую пижамку И мы ее взяли с Юми в подарок кисе Алисе Почему я говорю про страх и риск? Потому что я не мерила киску Алиску Я не планировала, если честно, ей что-то прям тут покупать Потому что все-таки она кошка И на улицу она пока с нами в таком количестве не ходит гулять Хотя, может быть, благодаря этому она начнет гулять больше Так что мы вот этот вот костюмчик берем Но если он не подойдет кисе Алисе размеру, то я узнала Как всегда, можно просто вернуть, поменять на свой размер, который нужен Поэтому этого не будет проблемой Да, ребят, я сказала, что мне не нужна тележка А в итоге я с полной тележкой И теперь мне нужно определиться, что выбрать всем остальным Я, наконец-то, все выбрала Мы сейчас идем на кассу, оплачиваем И я заказываю доставку, потому что, ну, я практически случайно оказалась здесь По делам заезжала, поэтому все домой приедет И мы начнем мериться и встроим вам пока с моим Магдан Вот и все, мы дома И вот он наш пакет, который нам привез курьер Ребята уже очень поскорее хотят узнать, что же там внутри Я буду доставать случайный костюм И подбирать в своем гардеробе подходящий стиль А потом делать осенний лук А вы голосуйте в вопросике или в комментариях Какой из луков вам понравился больше всего А потом еще будет осенний конкурс Итак, поехали Наш корейский лук с Юмичу, который вы уже частично видели Я старалась подобрать не только цветовое сочетание, но и сам стиль Материал ткани и даже детали Например, шнурки и у нее на баллоневой куртке И у меня на баллоневой жилетке Ярко-желтая рулетка с черной полоской на желтой ленте Красный тканевый ошейник А на черно-желтой курточке красный значок марки И у меня весь лук красно-черно-желтый Кстати, Юмин цвет с детства именно желтый И так как уже поздняя осень, с голым животом особо не походишь Поэтому я надеваю теплую длинную кофту, капюшон, шапочку А Юми на случай луж и слякоти силиконовые ботиночки в стиль Луков будет много, поэтому не торопитесь голосовать Дальше у нас я вытянула вот такую вот прикольную курточку-комбинезончик для Эйвона С Эйвоном у нас получился классный городской лук Ведь Эйвон у нас парень серьезный Мне как раз пригодятся осенние резиновые сапожки в его цвете А под его клетчатую прошивку на куртке у меня на брюках похожие элементы Комбинезон у него современный, очень стильный И я бы сказала болотного темно-зеленого цвета А у меня в свою очередь черное пальто, завязанное поясом на талии Посередине через всю спину у Эйвона молния Классные ремешки в виде шлейки и кармашки на кнопках по бокам Ошейник нам тут не понадобился А вот из аксессуаров я подобрала сюда черный кожный поводок А у меня в свою очередь черный рюкзачок с такими же кожными вставками Кстати, за эту шлейку, если вам очень нужно, можно аккуратно поднять собаку Ведь осенью лапки могут быть грязные И брать на руки песика не всегда получается Кстати, под пальто у меня черный свитерок По-моему, мы с Эйвоном отлично смотримся Так, а теперь кажется кое-что для Софиши Цвет Софи всегда был розовый с самого начала канала Осенью хочется чего-то яркого, поэтому у нас с Софи, я бы сказала, получился такой вот желто-розовый casual look И как аксессуар, мне кажется, здесь неплохо смотрится розовый гламурный кожный ошейник с кулоном и стразами А вот рулетка тут будет не желтая, а розового цвета А у меня ботинки, портфель, джинсы и кофточка разных розовых оттенков И ярко-желтый баллоневый дождевик с капюшоном Как вам этот милый лук? Я нащупала что-то очень приятное и мягенькое И это вот такая вот кофточка-толстовочка, которая, я думаю, очень пойдет Мишанке И в этом луке я старалась не только подобрать цвета, но и тоже материал тканей и стиль Мне кажется, получилось что-то японское У Мишани на няшной теплой голубой кофточке пушистая мордашка панды А у меня шапка в виде панды Конечно же, подходящий японский поводок и кожный ошейник в цвет Теплый капюшон, а у меня белые голубые джинсы такого оттенка, белый осенний плащ и белые ботинки И даже кофточка, как у нее Вот такие вот мы с Мишей получились осенние пандочки Что-то мягкое и уютное с пумпончиком, да, я уже догадываюсь, что это Это очень классный, няшный, милый, прикольный вот такой вот комбинезончик И снова я перерыла весь шкаф, чтобы найти идеальное цветовое сочетание И у меня получилось У Миши комбинезон персикового, или можно еще сказать лососевого цвета Или же это цвет пыльной розы А на нем серый рисунок мумитролей У меня такой же ткани и цвета куртка Серые шарфы, свитер и мягкие брюки подходящего цвета из той же ткани, что и милый Мишин капюшон с пумпончиком Изначально я подбирала этот костюм для Кисы Алисы, но я не ожидала, что он так няшно будет сидеть и на Мишане Кстати, он очень теплый для улицы, но его и кофту панды можно использовать и как пижамный домашний вариант Смотрите, мы с Кисой Алисой и Юмичу умудрились и дома одеться в одном стиле Я даже тапочки к ним подобрала Выглядим все вместе мы очень уютненько И самое интересное, что Кисе Алисе этот костюм тоже как раз Неужели этот котомонстрик, которая когда-то была с мою ладошку уже размером с моих песиков? Вот так в теплых и мягких одежках, в кроватке можно валяться все вместе и смотреть кино по вечерам в нашем будущем доме В Мэджик Хаусе, куда мы скоро переедем Ну или лучшие подружки будут просто вместе спать в своих пижамках Надо сделать такую фотку и повесить в инстаграм Кажется что-то вязаное, да, вот такой вот свитерочек, тогда подождите Потому что я купила два вот таких свитерочка и планировала их надеть Миши и Эйвену Типа они парочка, муж и жена Но потом я поняла, что у Эйвена и у Миши получилось по два костюмчика У Софи всего один и у Кисе Алисы Поэтому попробуем примерить эти костюмчики на них И вот эти два свитера очень похожи по цветам, но немного все-таки разного стиля Синий с узорами на Кисе Алисе это что-то винтажное и ретро Так и хочется прочитать USSR вместо надписи Russia Поэтому я оделась в нечто осенне-домашне-дачное Свитер оверсайз, вельветовые синие брючки и носочки Ведь из аксессуаров у меня тут еще и собачьи носки в двух вариантах, чтобы лапки не мерзли А вот красный свитер на Софи связан косичками и на нем вот такой красивый бантик Вот он как раз похож на стиль Preppy Это сокращение от Pre-College, стиль богатых студентов Лиги Плюща Но за счет одинаковых цветов они смотрятся вместе очень даже гармонично И конечно же подойдут какой-нибудь пушистой парочке И это еще не все Это вот такой вот крутой теплый костюм на осень Уж точно для мальчика, для Эйвона С Ивасиком мы снова постарались соблюсти и стиль, и цвета, и материал тканей У него темно-зеленая баллоневая куртка, а у меня красная баллоневая куртка, зато зеленый пиджак Как аксессуар стильный классный кожаный ошейник с металлической бляшкой А у меня красная глянцевая сумка с клепками Красные вставки на воротнике и рукавах, темно-зеленая водолазка и красный воротник Короче, мне кажется, мы снова подошли друг к другу И вот в нашем пакете остался последний костюмчик Пакет опустел, и это... Та-дам! Мы уже все очень замерзли снимать луки У нас мороз уже настоящий Вот он наш хэллоуин лук И мы отправляемся домой Мы очень для вас старались сделать это интересно Постоянно переодевались И поэтому ребята немножко устали и замерзли, в принципе, как и я А сейчас я предлагаю вам поучаствовать в нашем осеннем фотоконкурсе Суть, как всегда, простая Просто сфотографируйте своего питомца в какой-нибудь одежке Ну, желательно, чтобы фото было на тему осени И выложите фотографию в любую социальную сеть Вконтакте, например, или Инстаграм Но главное, не забудьте поставить хэштег Мэджик 4 лапы Чтобы мы вашу фотку смогли найти А к 6, например, ноября, к дню рождения Софи Мы выберем с ребятами из магазина 4 лапы 5 победителей Которые получат денежные сертификаты На покупки в зоомагазинах их Ну, не обязательно одежды, а того, что, например, вам необходимо для своего питомца А теперь переходите по ссылочкам на новые видео на других каналах И подписывайтесь на Инстаграм, на канал Голосуйте, пишите комментарии, ставьте лайки И увидимся скоро в новых видео Ссылки на новые ролики на других каналах вот там внизу Все Удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok